В 45-й дом на Новосибирске был построен 40 с лишним лет назад. В то же время здесь прокладывались и водопроводные трубы. Жильцы полагают, раз труба течёт не первый раз, подвалы постоянно из-за этого затапливают, а в полисаднике копают яму, чтобы добраться до порыва. Не проще ли аварийный участок заменить? Тогда можно на раскопках посадить новый садик. Ведь там, где сейчас горы песка, раньше росли рябины, берёзы, абрикосы. Местные жители старательно за ними ухаживали. У нас тут течет труба, вот от колодца идёт туда. Пять хомутов поставили два года назад. И они сказали, что хомуты продержатся, водоканал ставили зимой. Зимой, да? Вот. Полгода. Но они продержались два года, хомуты. Потекли вновь, затопило подвал. Приехали, раскопали, поставили хомуты. Вот. И хотели засыпать. Мы не даём засыпать, потому что там течь. Сейчас на трубе уже стоит 8 латок. Удивляются жители дома. Зачем эти проблемы с вечным ремонтом? Предлагают даже купить трубу за свой счёт. Но водоканал отказывается её устанавливать. Вода всё равно течёт из хомутов. Вытекает. И они хотят, не выкачив воду, просто её закопать. Вот. И что случится в том случае, если они её закопают? Вот. Не выкачив воду. Случится то, что труба уже через два месяца вообще будет непригодная. Она в любом случае подлежит замене. То ли они сейчас это сделают, то ли они, закопав, через два месяца они это сделают. Сказали, нам нужна труба. Вот, пожалуйста. Они сказали, пока нету. У нас образовалась вода в подвале. Начали. Потом вот здесь потекла вода. Полтора года назад, по-моему, да, потекла труба. Они её также закопали. Поставили хомут и закопали. Она вот через год или полтора снова потекла. Жильцы оказались не из робкого десятка. Сразу написали заявление в прокуратуру и управляющую компанию. В Росводоканале пояснили, что труба будет заменена на новый период летней ремонтной кампании. Закопать яму хотели временно в целях безопасности. Олеся Алисюк, Виталий Корнеев, 41 канал.